Брещанин Андрей – рыбак со стажем. Кроме того, мужчина 25 лет руководит рыболовным магазином. Считает, что за последние годы ситуация с поведением любителей тихой охоты кардинально поменялась. Рыбаки и в целом отдыхающие у водоемов стали более культурно себя вести. Я общаюсь с рыбаками уже очень давно. Могу сказать, что кардинально изменилась ситуация с поведением рыбаков на берегах. Чистота везде, сами видите, нет ни бумажек, ни пачек от сигарет. Люди стали намного лучше соблюдать правила рыбалки, отпускают мелкую рыбу. Вообще в Беларуси, в том числе и в Бресте, ежегодно напоминают о том, что природу надо беречь. Инициатором проведения и организатором акции «Чистый водоем» традиционно выступает Белорусское общество охотников и рыболовов. Специалисты отмечают, берега Бреевских рек и озер стали гораздо чище, чем пару лет назад. В первую очередь об этом говорит тот факт, что с каждым годом уменьшается объем убранного мусора. В 2015 году мы первую акцию проводили в районе населенного пункта Бульково на реке Муховец. На одном участке протяженностью полтора километров мы собрали один тракторный прицеп мусора. Могу сказать, что в этом году при работе на этом участке мы собрали всего-навсего 10 мешков мусора. То есть не это ли пример тому, что граждане становятся все-таки сознательнее. С 2015 по 2020 год на сегодняшний день мы можем сказать о том, что убрано почти 3000 километров береговой линии. Приняло участие почти 5000 граждан. Ну и почти полторы тысячи кубических метров мусора было собрано. Очень важно тоже беречь наши реки в чистоте, то есть сохранять их в чистоте, потому что, скажем так, это наша визитная карточка нашей родной Беларуси. Хочется сказать, что многие наших ребят, активисты БРСМ, не безразличны к этому. Поэтому действительно они проходят мимо, делают определенные мероприятия и акции для сохранения чистоты водоемов. Экологическая культура населения повышается из года в год, а потому в этом сезоне Брещанам хочется пожелать хорошего, а главное чистого отдыха. Помните, чисто они там, где убирают, а там, где не мусорят. Только вместе мы сможем сберечь и сохранить красоту белорусской природы. Продолжение следует...